привет и всем иришка привет сегодня хочу поделиться рецептом хинкали сыром да именно рецептом потому что если мы возьмем просто кусок сыра и завернем его в тесто соответственно мы получим такой же результат это будет расплавленный кусок сыра в тесте это не наш метод мы этого не хотим даже если вы возьмете там кусок дорогого сыра то результат все равно получится такой хочу поделиться именно рецептом сейчас начинки расскажу про начинку что туда входит у меня два вида сыра здесь это сулгу ним и чанах сулгу не можно заменить моцареллой чанах можно заменить либо брынзой либо адыгейским сыром что у кого есть вот что кто найдет так и делайте почему именно два вида сыра они один потому что один сыр у нас будет плавиться в начинке это сулгу не а чанах придаст некую воздушность нашей начинки обязательный момент перед тем как натереть и смешать оба сыра нам нужно обязательно попробовать нам соленость чтобы общая начинка была приемлемая по солености кому-то нравится очень соленая кому-то не нравится очень соленая все вкусы разные у людей здесь мы сейчас просто отрежем по небольшому кусочку потому что и сулгу не бывает тоже очень соленый бывает мало сольный до приблизительно по маленькому кусочку вот и вместе мы их попробуем меня все устраивает соленость вот по как по мне она оптимальная если допустим чанах соленый можно вымочить в холодной воде соль уйдет также и сулгу не то есть регулируйте соленый сами кому вот какая нужна перед тем как его превратить уже в начинку это нужно сделать итак давайте расскажу подробнее про начинку про ингредиенты начинки сулгу не и чанаха у меня по 500 грамм сливочное масло сливочного масла 100 грамм сливки 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 берите нежирные где-то 10 процентные сливки 200 миллилитров и обязательно кладем сюда мяту вот у меня сушеная мята 3 чайных ложечки если я просто не нашел свежую мяту свежая мята еще вкуснее будет если найдете свежую мяту кладите свежую не значит а сушеную сыр я пропущу через мясорубку чтобы не мучиться на терке его не натирать на крупную решетку на самую масло сливочное я растоплю маленьком огне в ковшике и потом добавим в сыр все про ингредиенты все сказал нам больше ничего не потребуется протеста на нашем канале есть подробное видео где я делаю два вида теста как ручного замеса так и ресторанная глянцевая при помощи тестораскаточной машины ссылочки я оставлю в описании под видео также как и прежде у нас получится 25 26 штук весом приблизительно каждое 90 100 грамм то количество теста она подходит к нашей сегодняшней начинке а сейчас я сделаю ускоренный вариант ресторанного глянцевого теста так как у меня есть тестораскаточная машина до чтобы не месить мне тесто вручную почему ускорены потому что подробное видео у вас будет как это все сделать и так ресторанное тесто 800 грамм просеянной муки желательно сорта экстра у меня экстра сорт еще раз хочу сказать высший либо экстра другой для хинкали не подходит холодной воды у меня 300 миллилитров и 20 грамм соли все больше нам ничего не нужно еще хочу сказать про муку пару слов то что касается стран с холодным климатом в зимний период дома отапливаются соответственно воздух становится сухим также мука теряет влагу влага выпаривается из них что надо делать просто чтобы рецепт состоялся добавить количество воды которые в рецепте еще 10 приблизительно миллиграмм неважно это ручной будет замес или это будет рестораны на тесто раскатки которые вы будете делать добавляем 10 миллилитров воды к рецепту который у нас есть уже сейчас воды у меня 300 миллилитров до этого когда было тепло мы кладем в ресторанный вариант 290 миллилитров сейчас я кладу 300 также регулировать количество влаги можно при помощи распылителя с водой в тот момент когда вы его замешиваете и она у вас ну никак не хочет собираться не склеивается сделайте пару-тройку пшиков сильно влаги это не добавит количество воды но зато тесто у вас будет лучше вымешиваться то что я сейчас сказал не касается с регионов с теплым климатом это только вот северные регионы где дома отапливаются все итак погнали все вроде бы сказал ничего не пропустил давайте посмотрим что получилось вот такая вот масса вот она все рассыпается у меня вымешивал я его 10 минут в общей сложности но вот это все я говорил уже это все нормально вот такая масса должна быть немножко ее можно собрать руками так рисовать все удаляем весь воздух выбираем на час в один все вот я пропустил на крупную решетку сыр и растопил сливочное масло на маленьком-маленьком огне начинаем собирать нашу начинку добавим сливочное масло пошли сливки и мята перемешиваем все это дело до однородности уже мята пахнет уже вкусно принципе на этом этапе можно тоже попробовать начинку начинка у нас с вами она же готова это сыр то есть если не хватает соли слабосоленый сыр на этом моменте можно немножко подсолить все начинку убираем сторонку и занимаемся тестом как прошел час давайте смотреть что у нас получилось собралось ну такое вот оно сухое так и должно быть сейчас я его разрежу и буду пропускать через тесто раскатку на максимальное толщине она мне 5 миллиметров все пропускаю через тесто раскатку раз 12 толщина между валами 5 миллиметров вот я его пропустил через тесто раскатку через вал и мне потребовалось 13 раз зато вот вот он результат видите она не липнет друг другу она уже глянцевая вымешанная делаем так же как и раньше режем пополам и каждую половинку я еще раз буду пропускать при этом утончать утончать расстояние между валами вот она сейчас у меня 5 миллиметровая такое я его буду доводить общий пласт до одного миллиметра а потом скатаю в такие рулетики рулетики до валики гулять и ну сейчас покажу вот она любят смотрите вот такой вот миллиметровая простынка получилось вот мы еще соберем в рулет нить она не липнет она вымешанная полностью готовая я уже говорил кончики мы немножко запечатаем водой тесто сухое чтобы они не подсыхали чуть-чуть и вот так вот водичкой делают все и убираем в пакет то же самое делаем со вторым куском теста и так следующий этап что мы делаем нарезаем на вот такие кружочки вес у них будет 45 грамм сейчас я их взвешу но желательно стараться делать по 45 чтобы хватило этих этого теста на 25 на 26 штук как я и говорил да и чтобы они были конечно же одинаковые 1 непонятно сколько будет 42 грамма чуть-чуть добавлю мы сейчас будем раскатывать в кружки вот 45 грамм вот если не получилось первого раза отрезать ничего страшного можно там добавить вот так вот потому что все равно сейчас через тесто раскатку будем пропускать и это все нивелируется еще раз хочу напомнить для тех у кого нет тесто раскаточной машины вот здесь вот где-то появится сейчас видео с подробнейшим рецептом описанием как я готовлю ручное тесто а сейчас мы будем пропускать наши кружки которые я нарезал по 45 грамм на максимальной толщине сначала 5 миллиметров и постепенно будем уменьшать толщину доводя ее до 1 миллиметра при этом придавая форму круга вот я сейчас покажу погнали показываю какая она получилась вымешанная глянцевая вот на просвет видно просвет на вот она светится все и при этом она прочная но у нас не порвется при варке все делаем остальные мы на финишной прямой я уже поставил кастрюльку кастрюлю мне на 5 литров и предварительно посолил воду на 5 литров я насыпал столовую ложку соли соль можете регулировать по вкусу кому-то меньше кому-то больше и так вся следующим этапом мы хорошенечко перемешаем начинку вот так вот и приступим к сборке хинкали берем наше тесто красивейшие и выкладываем начинку в соусник и говорю еще раз вот так вот очень удобно делать по весам потому что они получаются все одинаковые и красивые 45 грамм начинки мы кладем на каждую хинкали берем начинку выкладываем центр и начинаем закрывать как закрывать я уже показывал еще раз покажу упираем палец стол немножко его на себя и вторым указательным пальцем делаем складку так наверху защипляем поворачиваем палец стол там где заканчивается складка ставим палец упираем стол все такая вот корзинка у нас получилось прогоняем начинку вниз и собираем ее со всех сторон так вот вот и обрезаем ненужное тесто небольшой лайфхак можно это сделать при помощи ножниц для сигар уже вот так вот очень удобно раз и все вот такая вот хинкали на у нас с вами получилось налепили мы хинкали вот они красавцы смотрите какие получились отложили мы для варки сейчас себе немножко сварим а остальное заморозим как морозить я уже рассказывал еще раз повторю то что их просто нужно на какой-то поднос сложить на ровный пока они не замерзнут как только они замерзли мы их перекладываем пакет удаляем весь воздух это обязательно делать чтобы они не заветривали чтобы вода влага из них не выветривалась особенно холодильники последние с заморозкой на уфрост они очень сильно выветривают влагу из хинкали и для этого нужно обязательно класс пакет вода закипела убираем крышку и крышкой больше не накрываем делаем небольшой водоворот и опускаем наши хинкали вот так вот как вы видите они все потонули это говорит о том что лепка правильная лишнего воздуха там у нас нет и когда они всплывут я скажу на какой минуте это было после этого мы будем варить еще какое-то время сейчас я засеку общее количество времени я скажу и желательно их помешивать пока они не сплыли чтобы они не прилипли к дну ребят еще раз повторюсь процесс кипения не должен быть очень сильный он должен быть вот таким вот еле-еле они должны кипеть то меня прошло уже 10 минут больше их варить не нужно здесь начинка у нас вами готова здесь самое главное что было готово тесто варим максимум 10 минут и все и достаем вот они красавцы пошли ребята посмотрите посмотрите какое у нас чудо получилось по-другому даже не могу сказать очень хочется попробовать сейчас мы порежем и посмотрим что у нас внутри какая начинка и сами увидите то что если положить кусок сыра в тесто и сварить его и вот этот вариант наш рецепт посмотрите пожалуйста как это красиво и сколько какая сочная будет начинка давайте посмотрим так вот я его прямо испорчу очень обидно это делать но чего не сделаешь на камеру так вот и вот так вот смотрите вот она мята с маслицем сыром вот такая вот красота попробуешь конечно попробую а куда я денусь я не заснусь на кукулу мне слов нет просто насколько это вкусно реально это очень хорошая альтернатива классическому рецепту хинкали особенно тем кто любит сыр вот этот рецепт зайдет как нельзя обалденный рецепт просто вот всем рекомендую его сделать все все показал рассказал пишите задавайте вопросы на этом я прощаюсь берегите себя своих близких подписывайтесь на канал приводите друзей всем пока